Достало время, друзья, в вашей любимой рубрике «Зацени мой трек». Глеб, в общем, мы слушаем треки подписчиков, высказываем пожелания, вносим какие-то корректировки и ставим оценку от 1 до 5. Такая шкала. Представления артиста и представления продюсера будут 2 от 1 до 5. Давайте, ребят, да. Слушаем. Не звони, не пиши мне больше, ты не для меня, ты не для меня, не ищи, не беги за мной. Уже не помню, как тебя зовут, выкину вещи твои из дома и из своих мыслей. От 1 до 5? Да. Ну, пусть будет 3. Типа нормально, но голос прикольный. Голос прикольный у чувака. Мне кажется, попробовать что-то в другом. Подумать над текстами надо. Серёж, твоя оценка? Подумать обязательно над текстом. Я вообще не понимаю, вот это не звони, не пиши мне больше. Ну, слабо, да, конечно, слабо. Слабо. Так, следующий трек называется «Не подруга» от Федя Овчеников. Голос о Мартике ты мне сказала, уже ничего между нами. Нами мне не подруга. Больше ты мне не подруга. Мне нравится. Ну, типа текст сразу, знаешь, как я хотя бы прям интересно вникнуть сразу. Погрузил. А как вам вокальчик? Больше ты мне не подруга. Ну, он так видит. Если это перебить, если это переписать, если это свести, да, видно, что, конечно, они там не особо прикольные. Да. Типа, вот это вот... Это хитово. Но, как бы, это слабо сделано. Видишь, ну, идти... Возможно ли фит «Три дня дождя» и Федя Овчеников? Федя Овчеников должен о себе чуть подзаявить. Тогда все возможно. Ну, это... Федя, продолжай в том же духе, в плане, ну, надо найти свой звук. Или людей, кто понимает звуки. Ему нужно постараться. Прям сильно постараться. Давай мы ему четыре с минусом поставим. Вот от меня лично. Ты чего? Я тоже тройку поставлю. Хорошо, ну, блядь. А у тебя же космонавта. А, да? Демон и Саша. Мне не очень нравится волна вот эта. Роковые. Эти рокеры. Заебали, да. То есть дело мы попсу пишем, как-то кайфуем. У них у всех одно и то же. Я тоже делаю стримы. И мне кидают за 300 рублей трек на зацену. Ну, так было в прошлом году и в начале этого. Я такого слышал тонну. И я ничего нового не услышал у этого молодого человека. Это как с хип-хопом. Есть имена, а есть хип-хоп. Вот имена делают какую-то революцию в этом жанре. Там что-то интересное. А есть весь массовый. Ну, как бы в жанре неплохо. Но ничем не удивляется. Тайп... Ну, я не удивлен. Я не удивлен, но... Мы не говорим, что это хуево. Ни хуево. Типа... А что поможет этому треку? Что бы он мог сюда добавить, изменить, чтобы стало лучше? Трек уже есть. Ему надо просто делать, искать себя и все равно... Может, он сюда волынку добавит, это будет интересно, нет? А поставь, давайте. Так не работает. Давай, давай, сейчас, может быть, припев, можешь ты включить еще раз? Сюда какое-то космическое, каких-то звуков, какого-то холла, чтобы это превратилось... Вот у Глеба, кстати, вот есть песня «Красота», например. Да, там, в общем... Там вроде как, ну, все тоже, гитары, барабаны, все, но там столько вайбов в сэмплах, в каких-то звуках, в каком-то, понимаешь, варианте сведения. Просто надо поискать. Я ему тоже тройку поставлю. А? Я ему тоже тройку поставлю. Ну, типа, это не хуйня. Да, следующий трек называется «День рождения». «Е». «Рожденье». Макс... Что ж не рожденье-то? Мне обложка нравится, смотри. А тут правильно написано, кстати, в обложке. То есть, походу, это не концепт. Походу, это просто опечатка. Да. Каждый раз из года в год наступает этот день. Он неожиданно придет, и настроенье петь. Мне 30 лет сейчас один, 31 год. И вот это вот я на кассетах в детстве слушал, кажется. Вот это вот этот трек. Очень похож на этот, «Сектор газа». Да, да, да. Ну, это пуп-фанк такой прям. Это рофл или нет? Я думаю, нет. Чем... Не, ну слушай, тут неопытный чувак. Ну, да, тут даже все плохо. Это даже слушать, обсуждать, но это один. Пусть он постарается и поработает над собой, и может его мотивировать будет. Ну, честно, ребят, давайте... Ну, вокальчик как будто демочка, да? Если реально плохо, то реально плохо. Работайте. Ну, мы же не... Если удовольствие мы пять поставим, может сейчас вообще какой-нибудь чувак скажет, я хочу на фит. Но это, ну, реально плохо. Ну, это ужас. Это тоже тройка. Ну, типа... Ну, хорошо. А у него хотя бы слух есть. Ну, имеется в виду, он понимает, что... А, он и аранжировку неплохую сделал. Петь? А, он сам ее сделал? Ну, наверное. Ну, будем так надеяться. Ну, типа, это не хуйня. Ну, хорошо, я хуйню слышал, поверь. Прям тоже. Прям супер хуйню слышал. И, друзья, завершающий трек. Надеюсь, он нам понравится. Называется Rock'n'Roll от Panaman. Ну, ладно, раз закидывают на оценку, да? Да, именно, блядь, осознанно. Я это не услышал где-то там у кого-то на телефоне и начал засирать. Это ужасно. Есть примеры, да, подобного вокала. Я даже не знаю, как его называть. Ну, вот этот сиплый, вот этот вот такой торчковый. Охуенные примеры, да? Скриптонит, масло черного тмина. Многие чуваки из Джилзэй. И, блядь, это не звучит так кринжово. Это вообще не кринжово, это круто звучит? А чувак абсолютно... Да, это круто у них звучит. А это звучит кринжово. И чувак явно, блядь, себя неуверенно чувствует в этом жанре. Именно в этом движи он себя максимально неуверенно чувствует. И это слышно. Ну, это пиздец. Это пиздец. Самый минус неплохой. Ну, типа, если... Может, на что-то дальше будет хорошо? Давай. Вот, блядь, мне напоминает... Вот мы сегодня с тобой говорили про комьюнити в Туве, да? И были там музыканты и так далее. Подобное. Причем, вот если взять вот этот бит, чуть-чуть доработать, под него очень классно. Неплохое. Сама музыка, ну... Чувак, не твой жанр, ты себя неуверенно там чувствуешь. Получилось плохо. Да, это два. Ну, не один. Нет, не один. И сейчас в такси, когда ты будешь домой ехать, не послушаешь этот трек? Нет. С удовольствием бы, ну, как бы, похвалили. Вот Лалли. Пришла, показала демку Глебу. На концерте, по-моему, она тебе дала, или как? Там было. Короче, есть у нас девочка, Лалли, это космос-песня. Показала демку. В ужасном качестве. Ну, все плохо записано было. Космос-песня Глеба. Все, мы услышали, сразу поняли, что это разъеб. Все, сели, доработали. Вот так? Ну, пожалуйста. Друзья, напоминаю, для того, чтобы отправить свои треки в нашу рубрику «Зацени мой трек», загружайте свои треки вот по этой форме и только авторские работы. Ну, а мы идем дальше. А можно? Извини. Да. Снимаете? Да. Я не засылал тебе треки на «Зацен». Я смотрю программу с 2018 года. Я не засылал, потому что это жестко деструктивная хуйня. Я хочу дать совет многим чувакам. Вот ты говорил, там кто-то вопрос задавал, как типа после хуевой критики, да, чувак задавал вопрос, что типа как не перегореть. Да, да, было. Вот. Если вы не хотите ее слушать, а я не хотел ее всей душой, да, вот моя реклама на «Рипе», это был вот первый и последний раз, когда я хотел услышать, блядь, критику. Хотел кому-то типа заценить трек, чтобы по нему прошлись, блядь. Если вы сами не чувствуете себя, что, блядь, я написал, сука, ебаный хит, да, у меня все в порядке со вкусом, у меня все, ну, типа, я, бля, уверен, нахуй. Я сначала показал своим друзьям, потом показал девчонок, девчонкам, всем понравилось, блядь, только потом я могу типа скидывать кому-нибудь на зацену. И вот то, что вы ссылаете, засылаете на стримы, по студиям, либо скажут неправду, и в основном это все говно, типа. И у меня такая же ситуация была, но я это не засылал. Я, блядь, был не уверен. Вот. Поэтому, если не хотите расстраиваться, блядь, не засылайте. Отличные слова. Подписываюсь под каждым словом.